Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео мы поговорим про многоуровневые ссылки и про ТИР-2, нужен ли он. Подписчик к каналу спрашивает, стоит ли делать ТИР-2, не проще ли эти ссылки размещать сразу на продвигаемую страницу. Ну, смотрите, здесь важно понимать, про какой регион мы говорим и про какую тематику мы говорим. И про какое состояние сайта мы говорим, то есть его ссылочная масса в целом. Почему это важно? Потому что многоуровневые ссылки важны в тех случаях, когда на ваш сайт уже стоят какие-то нормальные ссылки, или вы их, ну, вот сейчас проставляете, то есть они стоили вам каких-то заметных денег, и, ну, и в целом, когда построение первого уровня ссылок, оно довольно дорогое. То есть это, как правило, продвижение в западных странах, то есть там, где одна ссылка стоит от, там, 100-200 долларов и дороже, то есть хорошую ссылку запросто можно взять, там, за 500, за 700 долларов. И ставить таких много ссылок довольно дорого. Поэтому стратегия, в принципе, многоуровневых ссылок там работает, ну, не то, чтобы она работает даже лучше, а то, что там экономические оправдания. То есть вы ставите, допустим, там, 20 ссылок первого уровня, жирных, хороших, дорогих, с анкорами нужными вам, и дальше вы их усиливаете. То есть вы берете, ставите второй уровень, уже гораздо более дешевых ссылок, ставите ссылки на ссылки, и потом вы уже прям совсем такие проходные, скажем так, ссылки, бесплатные или очень дешевые, ставите уже ссылки на ссылки на ссылки. И вот эта стратегия многоуровневая, она не очень оправдана в странах, где ссылки дешевые, где есть большая культура купли-продажи ссылок. В принципе, все страны СНГ, особенно Россия, ну, в общем, культура покупки-продажи ссылок, она очень большая. То есть в России, в Украине, в Белоруссии, в Казахстане есть ссылочные биржи, есть готовность владельцев площадок продавать ссылки. Поэтому здесь, в общем, проблемы поставить много ссылок первого уровня и недорого, в общем, ее нет. Второй случай, когда нужен тир второй, это второй уровень, тир два, это именно как раз второй уровень ссылок. Второй случай, когда он нужен, второй, третий уровень, это если у вас уже и так очень много ссылок первого уровня, и вам опасно ставить следующий уровень. Ну и в этом случае тоже вы тогда ставите ссылки на ссылки, таким образом ссылочный вес у вас стекается, ну, в общем, меньше, чем если бы вы на первый уровень все поставили, но зато это безопасно, то есть за такую историю ссылочные санкции получить практически невозможно. И вот, отвечая на вопрос, стоит ли делать вам тир два, вам нужно ответить к себе на вопрос, в том ли я регионе, где дорого добывать ссылки, и в том ли я положении, когда я могу попасть вот-вот под санкции за те объемы коммерческих ссылок, которые я ставлю. И если, в общем, здесь на оба ответа, на оба вопроса вы получаете ответ нет, то, в общем, второй уровень вам не нужен, ставьте нормально ссылки на первый уровень. Единственное, что не забывайте это делать более-менее естественно, то есть разбавлять это безанкорными ссылками, разбавлять это сабмитами, добавлениями в каталоги, крауд делать и так далее, то есть чтобы это немножко тонуло в таком всевдоестественном потоке ссылок. В остальном, здесь как бы особо нюансов таких серьезных больше нет, и, ну, короче, можно продолжать ставить эти ссылки на первый уровень, ну и довольно много. На этом все, подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях, пока-пока.